Всем привет! С вами Денис Мейджор! Сегодня воскресенье и Супер Марио Мейкер! Человек написал, пройди мои уровни, плиз! Ну, давайте посмотрим. Написано World 1.1 Hard Mode. Hard Mode уровня 1.1. Версия 3. Видимо, понятненько, понятненько, понятненько. Так, по новостям. У нас тут что? У нас на этой неделе на моем вот этом канале стартовал конкурс. Конкурс стартовал. Можно выиграть геймпад. Проводной геймпад для Xbox One и ПК. По-моему, довольно неплохая штука. Ну, недорогая, по крайней мере, кстати говоря. То есть, ее, в принципе, даже и купить-то не так уж и дорого. То есть, если кто-то там не выиграет. Ну, в смысле, понятно, что выиграет только один человек. Участников чего-то уже очень много. Да, я напоминаю, что в правилах, ну, там, в принципе, написано, да, что нужно в группе ВКонтакте голос... Ну, не голосовать, а написать, что участвуешь. Но не только написать, что участвуешь, нужно приложить скриншот. То есть, некоторые люди... А, нет, это все-таки 1.1 уровень, видимо, оригинального Super Mario Bros., не Super Mario World. Вот, нужно приложить скриншот с подпиской на YouTube. То есть, это написано в правилах, и это обязательно. Вот, то есть, просто там некоторые написали, участвую, скриншот не приложили. Надо. А мы идем дальше. Mario Jumps Wow! Safe Grip от того же человека. Посмотрим. И, кстати говоря, еще раз напомню про вот уровни, которые мне присылают. Присылайте мне их в комментах к видео на YouTube, вот к этому видео. Ну, то есть, вообще говоря, как? К самому последнему видео про Super Mario Maker. То есть, не надо присылать в комментах к другим видео. Не надо присылать там ВКонтакте или еще где-то. И не надо присылать к старым видео про Super Mario Maker. То есть, вот, самое последнение видео про Super Mario Maker. То есть, соответственно, вот это видео. Так, подожди, а что-то... Амм-амм-амм-амм-амм-амм-амм... Есть у меня... Понятно. Ха-ха. Странный уровень. Но мы размялись. На самом деле, человек делал уровни-то вроде как сложные, но... Они не сложные, но они наполнены всякими штуками. Но это еще не сложность. Ну, хотя я уже говорил не раз, что сложности и интересы, это вообще вещи далеко не связаны. Они могут быть вместе, могут быть раздельно. Так, идем дальше. Супер Марио Делюкс версия 2.0. По-моему, я играл версию в 1.0, что-то мне кажется, что такое было. Да, по анонсам, что нас ждет в ближайшее время на этом канале? Наш... Прикольно, прикольно. Наш ждет, по-моему, я помню этот замок, но в конце. Или меня глючит? Так вот, обзоры, обзоры игр Far Cry 5 и Sea of Thieves. Я довольно много простримил и те, и те... Ну, Sea of Thieves я буду вообще еще стримить. Игрушка меня реально зацепила, я в нее постоянно играю. Я вчера в нее... Ну, считайте, позавчера, потому что по сравнению с тем, как вы смотрите это видео. Я играл до 4 часов утра в Sea of Thieves, причем один. Ну, то есть я сначала стримил там, мы поиграли. Я думал, часа полтора, оказывается, часа три мы играли. То есть у меня стрим три часа шел. Я, как бы, абсолютно не заметил, как пролетело это время. А потом... О-о-о-о! Это же Марио Брос! Смотрите, это же похоже реально на Марио Брос. Еще и звук. Подождите, а так можно? А, ну, в смысле, сделали этот же. Как его... Просто амибо фигурку. Вот. Так что будет обзор Sea of Thieves, будет обзор Far Cry. А если вот забегать, можно сказать, вперед, могу сразу сказать, что Sea of Thieves мне очень нравится. Far Cry у меня... Ну, есть к нему... То есть есть вещи, которые очень нравятся, есть вещи, которые очень не нравятся. К сожалению, конечно, вещи, которые не нравятся, больше относятся к наиболее важным вещам. Так, подождите, что нужно сделать? Наверное, нужно ударить... А-а-а! Вот она какая-то хитрюга-то какой, а? Слушайте, а мне нравится, мне такое нравится. Это вот, это прикольно, это, это супер. Это хорошая идея, вообще говоря. Идем дальше. Ну, в смысле, по этому уровню идем дальше. Так, а чё? И чё я туда сходил? Просто взять... Это мне напоминает уровень из Lost Levels. Вот это вот, вот это место. Так, хорошо. А будет еще что-то? Или, или все? Или это конец? Нет, только не конец. Ну, нет! А, все это... О, хорошо. Это промежуточный флаг, это не конечный флаг. Metal Mario. То есть, а почему? Что? Где? Как? А-а-а... Это... Вот... Как? Есть пара идей? Нет, нету пара идей. Подождите, хорошо. Спустимся сюда, посмотрим, что здесь. Вот, ну, в любом случае, Far Cry в целом игра хорошая. Ну, просто есть к ней множество, там, проблем. Множество у нее, множество к ней вопросов. И в целом, я бы не рекомендовал именно пятую часть, там, для знакомства с серией. Как некоторые спрашивают, чё там, годится ли она на знакомство с серией. И нет, на мой взгляд, не годится. Вот. То есть, лучше начинать знакомство с серией, там, с четвертым Far Cry, если у вас там только PlayStation 4. Или с третьего Far Cry, если у вас там есть Xbox One, ПК. Вот. Потому что на них вы можете играть... Ну, или Xbox 360, соответственно. Или PlayStation 3. На них вы можете играть в треть Far Cry. Но на старых консолях, на Xbox 360 и на PlayStation 3, там очень низкий фреймрейт. То есть, я не рекомендую именно на них. Сейчас вообще это не смотрится абсолютно. Когда-то было норм, но не сейчас. Так, вот. Смотрите, что мне нужно сделать. Вот. То есть, вам нужно, поэтому, либо на Xbox One, потому что там, всё-таки, производительность немножко вытаскивается. Особенно на Иксе старой игры. Либо на ПК, потому что из ПК вы... Так, подождите-ка, у меня запись прервалась. Так, эта запись не прервалась. Это место на диске заканчивается. У меня из-за этого замигала карта захвата. Лампочки, типа, а-а-а, место на диске заканчивается. На самом деле, там просто винда почему-то решила качать игру. Хотя я уже отменил скачивание этой игры. Короче, будем наблюдать этот момент. Подождите, а чё я нач... Я нажал начать сначала, да? Ну, ладно, тогда ещё раз. О чём это я говорю? Far Cry 5. Не стоит начинать с неё знакомство с серией. Но, в целом, игра хорошая. Вот. Ну, а тем не менее, тем не менее, лучше начать с других, да. Ну, хотя на новых консолях так особо получается, если только Xbox One X. Ну, One. Xbox One, либо Xbox One X. Там, чё у вас? One S у некоторых. Мне, кстати, One S не понравился тем, что он белый. То есть всё прикольно, но он белый. И продолжаю держать вас в курсе. Я говорил, что мне привезли Sony PlayStation 4 Pro. Вот. Компании Sony не выдержали моего нытья по поводу шумящей PlayStation 4. Говорят, мы тебе пришлём новую. Вот. Ту я покупал, эту вот они мне прислали. Я потом такой говорю, чё, слимку пришлёте? Они говорят, нет, Прошку. Я говорю, ну Прошка шумит. Он говорит, да нет, не шумит. Я говорю, да мне все пишут, что Прошка шумит. Говорят, Денис, расслабься, новые не шумят. Я такой, хорошо. Проверим. Я так подозрительно. Привезли. Слушайте, действительно не шумит. В общем, я проводил множество опросов, множество людей спрашивал. В общем, правило получается такое. Причём, правило касается и слимки, и Прошки, и обычный PlayStation. В общем, абсолютно любой модели PlayStation. То есть самые первые партии, самые первые партии PlayStation 4, обычные, слимки и Прошки, шумят. Вторые партии не шумят. Я буду снимать про это видео, но для тех, кто смотрит Super Mario Maker, могу озвучить прямо сейчас, в чём... В чём разница? Как узнать, точнее, заранее? В чём разница там, не знаю внутри, почему одни шумят, другие нет, но... А если я... Не, ну так же... Ну ладно, давайте дальше просто пойдём. Ок. Donkey Kong. Хорошо. Вот. То есть, смотрите, модель обозначается тремя буквами. C, U, H и дальше номер. Ну, там C, U, H везде, а дальше, соответственно, у нас идёт что? Четырёхзначное число. Последняя цифра, на неё не смотрим, потому что это просто, по сути, код региона. То есть 8 это официальная российская плойочка. Там, может быть, ещё единица, я вот не помню. Единица это американка или европейка, вот я сейчас не помню. Ну, короче, не важно. Последняя цифра нам в любом случае ничего не даёт. Мы из-за неё ничего не узнаём. Первая цифра обозначает, собственно, ну, модель, там, единица это PlayStation 4, семёрка это прошка. Слимка не помню, по-моему, слимка пятёрка, пятёрка первая или... Ну, не важно, в общем. Не важно, первая цифра нас тоже не интересует. Нас больше всего интересует вторая цифра. Если вторая цифра ноль, то это первая партия. Если вторая цифра единица, или там другая цифра, потому что, по-моему, у обычных PlayStation у них было несколько ревизий, больше, чем две. В общем, если вторая цифра единица, или там двойка, или не знаю, что там ещё может быть, из прошек, по-моему, только единица, то это уже вторая партия. И вот, судя по тому, что я спрашивал у своих подписчиков, у людей, с которыми там общался... А, вот как. Всё, слушайте, это забавно было сделано. Ну, так вот, закончу эту мысль. То есть, первые ревизии шумят, остальные ревизии не шумят. То есть, у меня вот прошка, она бесшумная, реально бесшумная. Ты иногда запускаешь какую-то очень мощную игру, она там что-то про... Что-то как будто её слышно. Ну, вот как Xbox One X, я про это тоже рассказывал. Но в остальное время вообще не слышно. Диск иногда только, знаете, вставляешь иногда диск, иногда его читают, такой немножко... Ну, такое тоже, опять же, по сравнению с тем, что было, небо и земля. А мы идём дальше. Nesmaker Remix, тоже новая версия. Видимо, я играл в другую версию. Хороший вот этот человек уровни присылает, я смотрю, всё один и тот же. Так, у меня микрофон вообще, кстати, включён. Кстати, включён. Что ещё хотел сказать? Давайте уже про мир Нинтендо поговорим. Не, в смысле, не именно про магазин Мир Нинтендо. А, собственно, что происходит у нас в Мир Нинтендо. Кстати говоря, вот этот геймпад, который я разыгрываю, это геймпад для Xbox и ПК. О, Pac-Man. Е-е-е, Pac-Man клёв, слушайте, да. Где-то мы Pac-Man уже видели, но давайте попробуем собрать все монетки. Вот этот вот геймпад, он для Xbox и ПК, но есть версия для Switch'а. Там геймпад, соответственно, тоже проводной, как и этот, собственно. Но есть некоторые нюансы. То есть, по сравнению с обычным Pro-контроллером, у него нет NFC, нету этого самого HD Rumble на вот этой функции тонкой вибрации. К сожалению, там так и не написано, есть ли там вообще вибрации, но вроде как есть. И-и-и-и-и-и. Так, а давайте-ка вот это возьму. Так, что-то я... Лед, конечно, не очень подходящая штука для... Вот, всё. Вот. И вроде как нету гироскопа, что, конечно, совсем обидно. То есть, без всего остального, в принципе, жить можно и без NFC, ну, для чтения амибы и без HD Rumble. Но без, конечно, гироскопа жить совсем грустно. Вот. Не знаю почему, гироскоп, в общем, довольно простая технология, которую, в принципе, раз и поставил, то есть никаких проблем, но он стоит, ну, где-то есть официальная цена, там, что-то 2-3 тысячи, это дорого, я считаю, для такого геймпада, потому что, ну, если бы там были все функции, просто он был бы проводным, тогда это было бы дешево, но поскольку там этих функций нету, обычный стоит, сколько обычный стоит, 4 500 или 5 500, я не помню, ну, короче, дороже, конечно, но он, как бы, и функций же, да, гораздо больше, вот, поэтому я не рекомендую, наверное, брать за 3, но я где-то видел в магазине за, знаете, сколько, за 1700, и за 1700, я считаю, в принципе, это уже имеет смысл, то есть проводной Pro Controller для Nintendo Switch, через USB, там, он подключается, длинный провод, то есть, в принципе, ну, играть можно, наверное, но я его не тестировал, то есть, я просто говорю, что такое есть, и напоминаю, что, кстати, на Nintendo Switch до сих пор продолжаются скидки, то есть, до сих пор у нас есть скидки, которыми можно, да, что ж такое, можно купить игры, так сильно, можно сказать, дешевле, подождите, а куда мне, а, так, хорошо, и куда, а, ну, дверь же в центре стоит, единист еще, вот, можно что-то купить, я себе купил только Super Meat Boy, он у меня, потому что был на PlayStation 4 и на Xbox 360, но на Xbox 360 мне не подходит, потому что, ну, как бы, мне не нравится, что, если ты в фоне закрываешь консоль, то есть, игра в фоне не остается, то есть, если ты там выходишь из консоли, все, выключил, даже из розетки не выдернул, все, играть заново, то есть, мне нравятся вот эти фишки новых консолей, которые, кстати, в Xbox появилась впервые, вот, тогда еще не было свеча, и у PlayStation 4 еще не было этой функции, Xbox One-то появилось, что можно консоль в фон уводить, и игра остается, это было очень круто, вот, и этого там нет на Xbox 360, к сожалению, ну, в режиме эмуляции с Xbox 360, даже на Xbox One этого нет, на PlayStation 4 есть, но я так подумал, что Super Meat Boy мне пригодится именно, видите, у нас здесь Киды Карос, но что-то, поскольку Киды Карос довольно хардкорная игрушка, здесь довольно легкий режим, то есть, не совсем, хотя похоже, да, вот, как вот игра выглядит, похоже, вот, поэтому я решил купить Super Meat Boy на Switch, потому что, думаю, ну, во-первых, среди всех скидок, это, наверное, одна из, чуть ли не единственная игра, в которой я понимаю, что я точно в нее буду играть, то есть, не просто посмотрю, а буду играть иногда запускать, уже там прошел несколько миров, вот, ну, просто удобно, что в портативе она всегда будет, и сначала переживал, как там будет с управлением с того же Pro Controller, потому что, ну, крестовины, я говорил, не самые удобные, да, но в целом нормально, все, все прекрасно, можно играть. Что-то еще хотел взять, я думал еще Resident Evil Revelations, но, опять же, он у меня на Wii U, похоже на Ice Clumber, да, прям, прям похоже, он у меня на Wii U есть, и я там дошел до последнего босса, и, в общем, забил, и я так подумал, ну, заново все проходило, с одной стороны, прикольно, но просто у меня помимо Wii U она еще и на 3DS есть, вообще, кстати, игра, вот, первый Revelations, он изначально для 3DS-ки-то и разрабатывался, как такой эксклюзив, но потом решили сделать под другие платформы, сделали под Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, а сейчас еще и ремастер выпустили, но дешевый ремастер, это, конечно, хорошо, это, наверное, причем и на Switch это тоже, то есть, он там и так 1400 стоил или 1200, не помню, вообще, говорил всем брать, потому что AAA-игрушка на Switch, которая прекрасно в портативе вообще заходит, и за такие деньги, ну, она, в принципе, хорошая игра-то, то есть, как бы, не потому что она дешевая, ее надо брать, потому что она хорошая, а учитывая, что она дешевая, я считаю, что вас останавливает, да, но, когда получились вот эти скидки, получилось вообще, там, меньше тысячи, что-то, 900 рублей или как-то так, то есть, она и на Xbox сейчас по скидке раздается примерно за столько же, и на Switch. И, кстати, интересное дело, что, например, вот три игры, по-моему, Revelations, он там чуть-чуть, вот на копейки дешевле стоит, и игрушка Fe, платформер, скидка на Switch ниже цена получается, чем на Xbox, то есть, изначально цена на Xbox и на Switch одинаковая, по-моему, там 1199 рублей, но со скидкой на Switch она стоит 700 с чем-то рублей, а со скидкой на... ой, елки-палки... на Switch 700 с чем-то рублей, 770, по-моему, а на Xbox, и 850, ну, как-то так, в общем, разница где-то в 100 рублей, так, ориентировочно, не то чтобы глобально, но просто, я считаю, знаменательное событие, то есть, у нас уже есть несколько примеров, это Enter the Gungeon, вот этот Fe, скидка на Fe и, по-моему, скидка на вот Resident Evil Revelations, так, а куда мне здесь, простите, идти? Мне же, наверное, нужно ткнуть кнопку Пау, да? Так, нет, наверное, она где-то здесь, в одном из этих, ага, я же говорю, ну, понятно, и вот так, куда идти? Вниз, я пошел вниз, не знаю, можно ли было вверх, Donkey Kong младший. Просто такие примеры надо запоминать, потому что мы знаем, что, да, на Nintendo Switch действительно все-таки самые высокие цены, и даже когда там индюшатина, допустим, бывает на PlayStation 4 дороже, все равно все-таки, 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 я вынужден признать, что родные ремастеры PlayStation-овские, ну, даже когда там ленивый ремастер, хотя там все равно более-менее так стараются, ну, не всегда, не всегда стараются, там, те же Last of Us ничего не старались, просто вот вам, пожалуйста, игрушка в 60 FPS, можно аж 4K, если вас прошло, то есть ничего не меняли, не меняли, блин, откуда я начинать-то буду? Вот, но они там все равно дешевле стоят, то есть не фулл прайс, как у Nintendo, вот, у Nintendo получается только с Bayonet и выгодное предложение, то, если тебе интересно, сразу обе, если тебе интересна только одна из них, там вторая, ну, в принципе, мне кажется, вторая в любом случае лучше, то есть либо тебе будет интересно обе, ты настолько фанат Bayonet, что любишь и первую, и вторую, либо тебе интересна только вторая, потому что она, ну, ну, лучше, ну, серьезно. Вот, поэтому, а это зачем? Зачем там это? Такое ощущение, что ее можно раз и разбить... Ладно, не будем, это все-все-все, я иду отсюда. Иду отсюда. Так. Вот, короче, помимо Bayonet, и все получаются порты, ремастеры, они, то есть и Donkey Kong будет стоить эти самые, скорее всего, 4, там, 200 в eShop и 3 800 на картридже, если будет картридж. Очень клево. Я надеюсь, что сейчас... А, вот эта штука сейчас приедет. О-хо-хо! Вообще прикольно! Как они это сделали! Слушайте, бомба! То есть, реально... Ну, это понятно, таких вещей даже не было в Excitebike, но вот этот счет... Это просто... Просто супер! Я потерял байк, и теперь без байка, конечно, это не так стильно. То есть, звуки воссоздали. Ну, понятно, что стартовый звук вот этот, он сделан, когда ты берешь Amiibo, А счет сделан с помощью гумбы, но, блин, это очень круто. Оказывается, здесь можно ничего не нажимать и все еще нормально ехать. Вот. Ага. То есть, счет прям сделали, вот. Офигенно. То есть, вот это вот уровень проработки. Так, и снова Метроид. Но, конечно, какая игрушка из серии SNES Remix обходится без Samus, да? Или, как ее еще называют, без Метроида. Хотя, все знают, да, что она это, не Метроид. То есть, Метроиды это враги. Ну, как бы, не... почти. Там она взяла себе маленького домашнего пушистого Метроида. И, в общем, он ее спас потом в Супер Метроиде, как мы помним, да? И тут я пошел отсюда. Ага, хорошо. Так. Вот. Хочется, знаете, побольше. Ну, понятно, что размер уровня все равно ограничен. Зельда. Ну, здесь не совсем. А, и это не Зельда, да, знаете, да? Это Линк. Хочется побольше, чтобы вот в каждый режим походить. А сейчас здесь еще и небось довольно быстро это все кончится. Нет, ну, Зельде же было не так все равно. Там же было не... Так, хорошо. Зачем я сюда пошел только... Так. И сюда. Э-э-э-э, ладно. Там флаг уже видели, да? То есть, видимо, Зельда у нас будет последней. А это у нас что, дракон? Нет, это еще не дракон. А здесь типа магазин, видимо. It's dangerous to go alone. Take this. Так. Понятно. И все. И на этом, видимо, мы заканчиваем этот уровень. Клевый, как мне кажется. Правильно. Но. 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 Это типа для тех, кто... Как это? Став, кредит, вот это все. Или когда в театре актеры выходят кланяться после спектакля. То есть типа, а вот это в кого мы сейчас играли. И мы идем дальше. Слушайте, какой клевый уровень. Вот бы еще какой-нибудь такой, а? Идем дальше. Ужасный танк направляется на грибное королевство. Сможет ли Марио остановить нападение? Уровень одного из подписчиков. Видите, у него тут даже один с половиной процентов практически прохождения. Вот мы видим танк на превьюшке. А справа это что? А справа это... Это Марио такое что? Слушай, что... Как будто приплющило этим танком. Вот так выглядит справа там. На превьюшке. Окей. Эй! Что за делу? Ааа! Он не успел прыгнуть. Кстати, да. Ближайший четверг. У нас же получается первый четверг месяца. А первый четверг месяца это что у нас? Это стрим для вопросов подписчиков. То есть я весь стрим буду отвечать там на вопросы подписчиков. Не знаю, полтора-два часа. Сколько это там займет. Буду в фоне играть во что-то ненапряжное. Я в принципе уже выбрал во что я буду играть ненапряжное. Это будет Train Sim World для Xbox One. Симулятор поезда, который я два года ждал на Xbox. Наконец он вышел. Правда всего с одним маршрутом. Всего с тремя поездами и восемью заданиями, которые я уже откатал. Посмотрим, что буду катать. Ээээ! А, подожди! Ладно, все. Все, все, я пошел отсюда. Вот. Так что отвечу на все вопросы. И заодно сразу скажу, что на основных стримах, то есть там геймплей Но они же не лезут из трубы, когда я рядом с ней стою, или все равно лезут, не лезли же раньше Вот, короче, на основных стримах я сейчас как бы меньше общаюсь с подписчиками Но объясню сейчас, почему на самом деле, кто смотрит стримы, в принципе, частично это рассказывал Но часто все равно люди там позже приходят, раньше приходят, не слышат То есть, поскольку очень много вопросов появилось, которые, вот как мне кажется, идеально задавать Именно на стриме общения с подписчиками, там вопросы в том числе такие, можно сказать, не по теме То, чтобы не отвлекаться от игры, чтобы ни я не отвлекался от игры, ни для людей, которые вот пришли посмотреть стрим по игре Ну, сюда же нужно зайти, ну, так я сюда и заходил, а что мне не сработало? Вот, то есть я поэтому делаю так, чтобы вот отдельные стримы для общения с подписчиками Там мы можем обсуждать и какие-то жизненные вопросы, и личную политику все равно не будем обсуждать Сразу говорю, это там приходили, пытались политику обсудить, нет, политику мы обсуждать не будем Хочешь людей пересорить, обсуди с ними политику или религию Да, религию мы тоже обсуждать не будем, да, то есть некоторые хотят религию обсудить, нет Это вам не на наши стримы, мы в игры играем Вот, и что еще? Когда Sea of Thieves я стримил, я там даже вообще чатик практически не читал Почему? Потому что, ну, мы играли в команде и, соответственно, общение с командой, да, по голосовому чату То есть все, что я говорю, они слышат И даже когда там парочка вопросов мне через донаты задавали Я говорил, что через донаты я все равно буду отвечать на вопросы Я же обещал Вот, то все равно это немножко, получается, как бы мешает Но тут ладно, окей, все равно там не так много вопросов Собственно, именно поэтому через донаты Не потому что, ааа, Денис без бабла больше ничего никому не расскажет Нет, конечно, что за бред Просто донат, он как бы, это такой фильтр То есть, во-первых, люди не задают праздные вопросы просто лишь бы задать Вот, во-вторых, ёлы-палы Во-вторых, их меньше этих вопросов, что, в общем, хорошо получается Я не понял вот это место То есть мне нужен ключ, а откуда его взять И я смотрю, у нас, а у нас чемпоинт есть? Ладно Вот, это, видите, это у нас же Марио Ну вот это, ну что с ним не так, с этим Марио? Так А может быть там просто этими бомбами нужно Ааа, ну да, я так и думал, короче, я так и думал Так и думал Вот, поэтому на стриме по Sea of Thieves И, в принципе, я думаю, будут еще стримы по Sea of Thieves Я буду, ну, практически не читать чатик Именно потому что, ну, а как? То есть это совместить очень тяжело То есть я буду вот так вот постоянно болтать, как с вами И это будут слышать все люди С которым я играю на корабле, плаваю А поскольку Sea of Thieves еще такая игра, где нужно реально очень много общаться Друг с другом, потому что без этого, ну, никуда То есть ты не сможешь нормально играть, если ты не будешь там общаться именно голосом То это получается одно с другим Ну, одно другому мешает А мы идем дальше Денис, пожалуйста, пройди этот уровень в графике Super Mario Bros. 3 Он очень сложный 2,36% Прохождения Давайте попробуем Я ничего не обещаю Вообще ничего не обещаю Тут мне, кстати, еще спрашивают А во что вообще В какие консоли я в последнее время чаще всего играю? На самом деле, после того, как мне привезли PlayStation 4 Pro Которая, блин, не шумит Ясно То есть нужно изучать Изучать этот уровень Так, сейчас у меня Кстати, я проверю Точно ли у меня диск снова не переполняется Не, не переполняется Все, перестала винда качать игру Окей, отлично Вот, то есть я понял, что У меня вот такое ощущение Какого до этого PlayStation 4 вообще не было Потому что сейчас я могу Любую игру на ней запустить Вот, которая нравится И не думать Так, эта игра шумит А будет сильно шуметь эта игра или нет? Понятно Что-то мне такое не очень нравится Честно говоря Такие прыжки Ну, давайте А давайте, знаете Как не будем брать гриб Это что такое? Так Ага Так Ага Так Угу Так То есть Если буду застаиваться на одном месте То это будет очень плохо Здесь не надо застаиваться на одном месте Идем в пи... Ааа Понятно То есть А здесь как бы Вот Ты типа пытался игрок пройти Не встретив бомбы Ну и не попал я никуда Ну и не попал я никуда Значит я его сделаю без чекпоинта Давайте попробуем все это проделать с грибом Что-ли в руках Ага Главное вот это чтобы получилось Остальное в принципе не так важно Зачем же я так рано начал прыгать-то Это вот я плохо очень сделал Я такой Типа разогнался Типа я такой Спидран Вообще Я такой Сейчас быстро Это все пройду Нет Надо все равно Аккуратнее Сейчас то почему Нет Я потому что прыжок не нажал Я понял я прыжок Ну или не вовремя нажал Как всегда В Марио же нужно Вовремя прыжок нажать Слушайте я сейчас Снова начинаю луны Находить Супер Марио Одисси Слушайте Как же это все таки клево Как же это весело Так Вот эти вот прыжки Специально рассчитаны Чтобы ты здесь не пропрыгал Потому что вот Потому что да Короче Супер Марио Одисси Отличная игрушка Периодически люди все еще спрашивают Стоит ли ее брать Слушайте Конечно стоит Если не ее То что Ну и Зельду конечно Зельда Марио Это просто Масхеф На свече Но Зельда У нас хотя бы на Wii U есть И там некоторые умудряются В нее играть На эмуляторе На ПК Вот Конечно совсем не те ощущения Еще когда Забавно человек поиграл На эмуляторе на ПК Говорят Ну что-то мне не понравилось Что-то там Ой И производительская Это низкая Что-то управление Неудобное Да Типа Понятно Да Вот И в общем Поэтому Су Нет Ну Хорошо Давай бомба Падай Вот Нет Не было там Во-первых Касания Во-вторых Как бы Я вообще Вверх прыгал И вообще Непонятно Как То есть Она мне что там Подрезала Или что Это бомба Вот так Еще можно Делать Так Вот здесь Нельзя прыгать Пока Вот теперь Здесь прыгаем Сейчас Наверх Да Наверх Не у нас Будет Так И вот Здесь Собственно У нас Я Большой Сказал Я Ну Давайте Я Прям Вот Так Сделаю Да Ага Так Ага 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 Все? Это Было Все? Это Вот Такой Очень Сложный Уровень Который Прошли Два С Половиной Процента Игроков Ну Ладно Там Не очень Много Конечно Этот уровень Пытались Пройти Там Все 800 Человек Ну Че-то Я Даже Не знаю То есть Да Здесь Есть Сложность Я Там Попарился Как Вы Видите Уровень Очень Сложная Головоломка Я Буду Удивлен Если Ты сможешь Пройти Этот Ну Человек Делал Сам Была Одна Попытка У кого-то Пройти Этот Уровень Он Ее Не Прошел Ну Давайте Попробуем Эту Очень Сложную Головоломку Нет Ни Одного Ориентира На Что Я Ориентировался Типа Сковок Людей Прошло Понятно Что Так Ага Здесь Могу Залезть Наверх Но Уже Не Могу Знаете Что Наверное Я должен Был Сделать Так Ага Так Хорошо Это я попал Сюда Теперь Я могу Вылезти Здесь Но Наверное Мне Нужно Ударить Вот Эту Штуку И Что Мне Это Дает Разве Что Я могу Взять Эту Бомбу И Что Например С ней Сделать Взорвать Вот Эту Штуку Да К примеру Взять Эту Бомбу И Вот Сюда Ее Так Флаг Видите Да Флаг И флаг Я не могу Никак Активировать Вообще Говоря Нет Да Флаг Я в любом Случа Не мог бы Активировать Так Хорошо Есть у меня Еще Парочка Идей Давай Ну А Так Она Не будет Стрелять А Нет Подождите Она Сейчас Как Миленькая Будет Стрелять Так А Нет Подождите Можно Оставить И Вот Так Сейчас Смотрите Я Придумал Значит Они Летят Она Идет Идет В Эту Сторону Идет 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 Поняли Да И здесь Мы ее Взрываем Сейчас Мы это Сделаем Вообще То По хорошему Надо было Перед ней Это сделать Так И уйдет Отсюда А хотя Подождите Ничего Она здесь Не сделает Да То есть Нужно На самом деле Пойти Впереди Нее Уронить Вот этот Блок Бублик Ну не Бублик В смысле Вот этот Вот Полубублик Полубублик Вот этот Вот Поняли Да То есть Мы сейчас Перед ней Проскочим Главное Ни в коем Случа Ее не Задеть Так Ага Теперь Мы ее Активируем Да Ну что ж Не так Активируем Она Она Взрывается Бум Теперь Мы Теоретически Можем Попробовать Пройти Или Нет Ага Я Взял Нет Недостаточно Я должен был Помимо того Что взять Эту монетку Активировать Еще и Вот Так И здесь У нас Что у нас Здесь будет И ничего А, нет, минуточку, как-то ничего Смотрите, что Так, неправильно немножко сделал Так, попробуем здесь это взорвать Нет Ближе В идеале, чтобы она на этой штуке была Оставим здесь Отлично, отлично Так И заходим в эту дверь Заходим в эту дверь, чтобы взять Зачем мне эта штука Ага Смотрите, как странно было, да То есть я Не мог А, и обратно То есть мы возвращаемся обратно У нас осталась, по сути, одна Штука Которую мы еще не взорвали Ай Вот так вот мы это делаем И вот Теперь у нас задача пройти сюда В принципе, это тоже можно сделать с бомбой Но бомба взорвется раньше Вот мне что смущает Понимаете, да? То есть теперь задача, как попасть сюда А, у нас Все, мы этого как бы не можем уже делать Аааа, подождите, подождите, подождите Короче говоря Короче говоря Эту последнюю монетку Надо брать при помощи Очевидно Да, нужно сначала взорвать вот это место Вот это вот Вот эти кирпичи И потом взять эту монетку При помощи панциря После того, как мы берем эту монетку При помощи панциря Мы получаем ключ Потому что это последняя, третья монетка И, соответственно, можем зайти в эту дверь Которая ведет нас сразу же К этому К флагу, да? Вот, единственное, что сейчас На данном этапе Мы уже сделать ничего не можем То есть это нужно было делать До выхода из той двери То есть как сразу же выходишь Про, там, не знаю Пронаблюдать за этой купотруппой Все равно сначала бомба нужна В первой итерации нам Ну, в первом вот этом попадании сюда Нам не нужен этот панцирь второй раз То есть мы его можем спокойно отпустить Осталось еще понять У гумбы здесь есть предназначение или нет То есть это непонятно пока Так Ага То есть, по сути, нам нужна будет не одна бомба А несколько То есть, ну, как минимум две бомбы, да? Так Здесь мы ее будем обгонять Плохо Плохо Нужно возвращать Да, ну, я даже не знаю Вот это самое ужасное место Из-за которого можно постоянно умирать На этом уровне Даже делая все правильно Так, то есть нужно не забывать про это место, что здесь нельзя просто так падать Можно попробовать, знаете что, сначала взорвать этот самый Это по идее должно быть проще Взорвать те кирпичи А потом взорвать эти кирпичи Почему проще, я сейчас скажу, потому что я могу фактически после нее сюда прийти Ну-ка Дальше ее нужно забросить В принципе, если, смотрите, если она пойдет в обратную сторону, можно так сделать Сейчас, вот, нет, не так Ага Вот, смотрите, вот так, например, сделать Вот, она проходит, видите, ее зажигается и взрывается слишком поздно Но, если сделать, чтобы она взорвалась раньше То есть попробовать ее туда закинуть, например Попробуем отсюда ее кидать Недостаточно Или достаточно Недостаточно Вот где-то здесь мы ее попробуем активировать Не проху... А, она об этот врезается Вот, сейчас я на нее напрыгну, реально, когда она уже прям под бубликом будет, смотрите Не пошло Не пошло Есть еще одна такая тема Если она взорвется раньше Короче Здесь в общем основная Осталась сложность Вовремя взорвать бомбу То есть если взорвать ее вовремя То я думаю все получится Но если не взорвать ее вовремя То ничего не получится Ладно давайте я тогда сейчас закончу на этом Человек который разрабатывал этот уровень Скажи правильное решение придумал Потому что мне кажется сейчас просто я буду очень долго Здесь осталось буквально 5 минут для записи Я хочу какой-нибудь уровень еще небольшой пройти Посмотреть вот А ты просто скажи догадался до решения или нет Ну потому что дальше это уже в принципе дело техники Идем дальше Под конец посмотрим автоматический уровень Держи вверх Ой Y и вправо Будем держать Y и вправо Я очень надеюсь что это будет красивый хороший автоматический уровень Который идеально подойдет под завершение этого видео Ну давай смотрим Ага Так Тоже со счетом заметили да Прикольно получилось Ооо слушайте Прикольно Красиво И по моему вот такой уровень мы не видели Мы видели похожие очень многие уровни С Mario Kart Ооо погоня Вообще тема Очень красивая постановка Как ни странно Вообще Отвечаю Чувак просто гений Гений Как это смотрится то А? И прям реально вот Как Mario Kart То есть Как будто ты действительно На трассе И едешь И Уворачиваешься от всех Так Ага Опа Жестко Снова Mario Kart А это типа мы брали какой-то особый усилитель И превращались в Мерседес Или что там это было Скорее Мерседес Потому что тогда у Нинтендо была акция с Мерседесом Там еще в Зельде Ой не в Зельде А в Mario Kart Как раз появились машины Мерседеса Да Все И как раз Время подошло И на этом мы заканчиваем Я напоминаю Что каждое воскресенье Снимаю Супер Марио Мейкер В остальное время Выходит обзор Инструкции Первые взгляды Мысли И все проще Да Все это будет И мысли будут И инструкция Как делать стримы Тоже будет Вот меня как раз Спрашивали на стриме Как делать стрим Расскажу Постараюсь подробнее Но там много таких Мелких нюансов В серии Пока не попробуешь Сам не поймешь И напоминаю Что проходит конкурс В котором можете Принять участие В пятницу вышло видео Там про геймпад Хорипад Про для Xbox One И ПК Конкурс Вконтакте Все правила Нужно внимательно прочитать Посмотрите Точно ли вы Вот там все выложили Скриншот приложили Там перепостили Или себе Вот это все Будет проверяться И да Сразу говорю Что там Если вдруг я замечу Понятно что сложно На 100% Это как-то вычислить Но если там Мы заметим Мы там женой будем проверять Заметим что Человек создал там Несколько страниц Для накрутки Себе Ну вероятность Накрутки вероятности Того что он там победит То мы его будем исключать Все его аккаунты Которые найдем Исключать из голосования Вот Ну и по вторникам И по четвергам Будет стримы И в четверг У нас стрим Общение с подписчиками Первая неделя месяц Первый четверг месяца Поэтому Общение с подписчиками Так что спасибо всем Кто меня смотрит Подписывайтесь на этот канал Если вам понравилось Ставьте лайк Если вы хотите быть в курсе всех новостей Подписывайтесь на группу ВКонтакте Ну и в том числе Чтобы принять участие в розыгрыше И я благодарю всех Кто поддерживает меня на Патреоне Спасибо большое Вы помогаете этому блогу Развиваться С вами был Денис Мейджор До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok